приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно с вами как всегда независимо от того что происходит в мире экономики в нашей жизни каждый каждую среду два раза в месяц алексей суходоев член правления skyway capital и сегодня на вебинаре я постараюсь не быть сильно долгим своем выступлении но хотел бы постепенно начать затрагивать тему блокчейн раскрывать эту тему для инвесторов потому что головная компания стала об этом достаточно подробно писать и я также буду давать свой взгляд и объяснять в чем я вижу ценности почему как я сказал ранее я бы обменял на данный момент если бы сейчас такая возможность была некоторую часть долей на токены потому что перспективе я вижу этому применение ну а также мы вкратце остановимся на текущих новостях и я скажу свой взгляд на то что происходит сейчас вообще в мире и первое что я хотел бы упомянуть это естественно экофест сейчас многие начали отсчет до следующего экофеста экофест уже 2020 я думаю что он будет еще более грандиозный еще более праздничный еще более фееричный и будет ограничение людей я больше чем уверен так как этот экофест посетила более 5000 людей а начиналось все всего лишь с восьми сотен если говорить про экофест 2016 например и я думаю что это станет такой доброй традиции именно в республике белоруссии именно на мариной горке будет проходить данное празднество и отчет зао струнные технологии перед нами с вами как инвесторами я думаю что даже когда будет закрыт вход корневую компанию не исключено что такие мероприятия также продолжатся и мы будем радоваться воплощению того что было задумано раньше в виде визуализации в реальности как я люблю повторять и на конференциях это вызывает просто вау эффект вот эти вот две картинки пожалуйста используйте потому что это то что было ранее в мыслях то что было ранее в чертежах и сейчас это реализовалось в виде перемещающихся подвижных составах и свой взгляд свою подачу свою стилистику во первых я хотел своим роликом видеоблога показать что у нас абсолютно разноплановая аудитория у нас и молодежь присутствует и люди со всех точек земного шара и мы современная компания мы современный бренд и на самом деле как говорил лев толстой человек будущего уже среди нас и человек будущего уже среди нас в голове каждого инвестора кто сейчас инвестирует проект skyway поставьте плюсик кто считает что это так я думаю что мы все с вами люди будущего и это действительно круто и замечательно и в первую очередь я хотел бы сказать что на экофесте были озвучены очень такие серьезные моменты которые мы ранее не слышали вот кстати ссылка кто будет искать но проще найти или квер 3 семерки вы там увидите видеоролик то есть там нет никаких не реферальных ссылок ничего это сделано чисто для популяризации и то что я могу отметить в этом экофесте но чтобы очень серьезные вещи были сказаны с трибуны лично генеральным конструктором касаемо привлечения инвестиций и касаемо взаимоотношений вообще с фондами я действительно понимаю руководство зао струнные технологии так как это уже подготовка серьезной глобальной маркетинговой игре и тут нужно уже расставлять все точки над и и говорить кто чем занимается потому что в сегодняшней системе остаются те кто действительно стойкий и вот в комментариях мне очень понравилось когда была новость про то что наш тропический юникар уже отправляется в шаржу этот день мы приближали как могли это действительно для кого-то целый стиль жизни целый фронт работ и огромная часть времени которую каждый из нас с вами кто активно развивает проект посвящает развитию в компании skyway и то что каждый сейчас делает какие усилия какие-то финансовые возможности какие-то маркетинговые возможности вкладывает в проект проект отблагодарит в будущем и естественно будут развивать те люди проект skyway в будущем те кто зарекомендовал себя сейчас это касается и skyway капитал я думаю это касается и всего инженерного состава внутри зао струнной технологии то есть сейчас самое приятное мы уже приближаемся к таким очень серьезным вехом время действительно приятное но одновременно и очень сложное потому что стоит понимать что нам осталось самые два сложных по привлечению инвестиций этапа и мы пожмем руку и нормально воспримем если кто-то становится чтобы передохнуть но я призываю вот чтобы такие эмоции как у людей на экофесте 2019 были эта фотография замечательно это отображает и то количество людей сейчас понесли эту волну на свои страны сейчас у нас вебинар только для русскоговорящих партнеров и вот уже количество людей прибавляется но поверьте мне на слово если бы мы делали общие вебинары для всех стран с переводом ну был какой-то универсальный язык sky language назовем то собирались бы тысячные аудитории это как минимум в самом малом варианте и на экофесте 2019 был показан флагман это флагманская линейка высокоскоростной юнибус в конце выпуска данного вебинара я обязательно поставлю то что говорил генеральный конструктор высокоскоростного подвижного состава то есть человек который непосредственно курирует всю эту разработку и знает что изнутри кто не смотрел эту новость обязательно посмотрите новость от михаила кириченко и я на самом деле поддерживаю тех людей кто экономит свое время и если им нужны подобные новости и не стоит посещать вебинары мои владимира маслова то это классно потому что это оптимизирует время и как раз таки оптимизация это главный принцип юницкого который применяется во всем том что он делает и я говорил вот что было сказано со сцены немножко отвлекся первую очередь и было сказано сейчас это декларируется то что ни один этап и это говорится открыто честно и это дорогого стоит на самом деле дорогие друзья потому что как сказал максим горький будущее принадлежит тем людям а я добавлю тем корпорациям которые честного труда и честных мышлений честных заявлений и юницкий сказал что ни один этап не был закрыт по планам финансирования почти не один этап конечно ранние этапы они закрывались но сейчас мы не можем остановить весь этот поток потому что мы с вами люди будущего и человек будущего уже среди нас я хочу чтобы в эту фразу действительно прочувствовали и это наша миссия в каком-то плане нести эту идею вслед за генеральным конструктором зао струнные технологии если более 15 чуть-чуть кб раньше присутствовала то сейчас это буквально сотни если работали сотни людей ранее то сейчас это больше тысячи сотрудников и мы с вами также масштабируемся вот то что было озвучено юницким со сцены я считаю что это дорожная карта и это применимо к действию к оповещению каждым из нас с вами своим партнером и людям всех стран потому что было озвучено также и главный ответ на блокчейн направление на то что происходит сейчас в крипто направлении skyway до сейчас многие обменяли у тех кого была возможность так как верят доверяют компании это также огромного так скажем уважение зак заслуживает и дорогого стоит когда в компанию верят они просто за коммерческой основой идут и если бы коммерческая основа была блокчейн направление рассказана то я думаю ажиотаж возник бы с внешнего рынка но сейчас обменяли на токены те люди которые верят в применимость данного токена внутри на будущей растущей цифровой части сети транснет и svg токен сейчас развивается постепенно в социальных медиа в на сайте он был представлен но только на английском языке вы видели что белая бумага была представлена только на английском языке и это неспроста и в википедии даже если вы найдете информацию о skyway информация также представлена на английском языке потому что это опять же оптимизация на так как сейчас тролли вот августовский их потуги я видел сбрасывали мне информацию и пытаются они заходить на зарубежный рынок но это очень сложно сделать потому что на русском рынке совершенно другие бюджеты затраты и вера в сомнение людей потому что сейчас к сожалению мы с вами как русский народ живем на перепутье на перепутье и политическом сейчас мы не будем об этом говорить потому что skyway всегда находится над политикой всегда находится над экономикой потому что это новая реальность которая сегодня создается и не побоюсь этого слова новая вселенная технологии которая берет себя все существующие и родит многие из тех которые мы даже не подозреваем я задам вам один вопрос вот перейдем к смыслу наполнения блокчейн направления skyway вот что мне понравилось и я даже разобрал бы вот именно ту статью которая была написана на ресурсах rsv systems то есть ресурсах головной компании что на самом деле вся транспортная сеть при мне принадлежит одному человеку и компании и вот эту фразу я хотел бы раскрыть потому что это огромнейшая ценность и раньше у меня были сомнения а будет ли сеть transnet монополизатором будет ли это децентрализованная сеть либо это будет абсолютно не отцифрованная система которую можно взломать и которая будет сопротивляться очень стремительному масштабированию которое сейчас уже происходит на ближний восток представьте на минуту если бы во времена развития интернет тогда просто не было блокчейн направления создатель интернет сергей брин создатель google извиняюсь сергей брин вот развитие google рассмотрим сказал бы что я привлекаю инвестиции на систему поиска внутри сети интернет вы сможете найти любую информацию перейти на любой сайт то есть это некий транзит это некий транзит информации на информация сейчас действительно переносится за секунды чего не скажешь о современном транспорте и он бы сказал что та система которую мы будем создавать это будет коллективная комьюнити сколько бы людей инвестировала бы просто вот поставьте цифры кто бы присоединился к этому направлению если бы сергей брин заявил бы что то прибыль от google будет перераспределяться и через систему блокчейн автоматизирована прозрачно на всех инвесторов кто инвестировал бы в google а теперь представьте что у google был бы свой внутренний токен ну просто пофантазируем чтобы понять ценность того что создается сейчас внутри системы skyway именно блокчейн направления представьте что токен просто бы имел смысл даже когда мы находим одно слово а представьте насколько много запросов сейчас делает человек и все человечество буквально в секунду и если бы был бы внутренний токен у google то есть это сети обмена информации и поиска информации которые пользуются сейчас миллиарды людей какая бы ценность была бы у этого токена и это было бы дополнительно капитализации компании которая сейчас и так немалая представьте если бы amazon начали бы развиваться именно в логике блокчейн направления сейчас им очень сложно на это на эти рельсы перейти потому что это фактически невозможно это могут быть затраты как четверть вообще капитализации компании amazon потому что нужно перестраивать всю абсолютно систему они уже зашли очень далеко в своем развитии но если бы за пользование услугами электронной коммерции был предоставлен токен какой ценностью сейчас бы обладал этот токен потому что amazon точка ком и если говорить про alibaba так скажем китайский я бы не назвал клон потому что все равно свои нюансы есть если говорить про ebay если бы у них был свой внутренний токен не security токен а токен которым пользуются насколько более мощная дополнительная капитализация дополнительная прибыль для инвесторов кто инвестировал в эту компанию помимо основной капитализации компании была бы и сейчас мы находимся на очень серьезном перекрестке когда компания выбирает свой путь либо понестись стремительно с развитием адресных проектов но их так скажем развивая в традиционной сфере в аналоговой сфере назовем с традиционной бухгалтерии с традиционными бизнес планами и не в оцифрованной системе не в оцифрованной реальности и если у кого-то есть сомнения что мировая экономика очень сильно меняется то совершенно недавно федеральная резервная система сша выпустила более 53 миллиардов для покрытия дефицита доллара сша на валютном рынке это все произошло просто путем соглашения об обратном выкупе то есть долг выкупается центромать центробанки сейчас задумывается о том что также через крипто направление сделать токен и нивелировать долг но на это пойдут только глупые люди и сейчас все больше и больше финансовой образованности и многие те кто сейчас инвестирует в проект skyway как раз таки финансово грамотны и финансово образованы и сейчас нет ни одного километра вне эко технопарка в мариной горке сейчас все только начинает развиваться могу сказать и признаться что нулевая ценность на данный момент да это стоит понимать и признавать начальная ценность я бы не сказал что нулевая но начальная ценность токена svg utility применения я считаю что это utility все все таки применение не инвестиционное применение и тут как раз таки я задумывался анализировал и сопоставлял мысли а почему рынок айсио затух а почему рынок и и от не вспыхнул как рынок и сио то есть айсио это через эфириум размещались различные проекты и различные недобропорядочные мошеннические схемы развивались и они могли получить капитализацию взять из карманов людей которые инвестируют и потом развалиться на биржах то есть это оптимизация через маркетинговые затраты не нужно тратиться на маркетинг но такого бума не получилось ст о сейчас мы пока что размещение токена по аналогии как ценные бумаги особо сильно не наблюдаем вы видите как сильно накинулись на компанию facebook когда они выпустили либра потому что это гигант и естественно центр банки многие финансовые учреждения регуляторы они испугались то что может быть применимость но facebook не могут говорить что у них будет именно применение токена не инвестиционная составляющая более как ценная бумага имени применение токена потому что по той же причине как amazon как google как алибаба они не могут сейчас быстро перестроиться на цифровые рельсы потому что они уже серьезная неповоротливая глобальная корпорация монополизатор монополизатор сфере допустим рекламы на facebook и сфере предоставления данных тут тоже в открытом абсолютно состоянии и в этом огромная ценность то что при зарождении сети транснет все сразу стает на цифровые рельсы я на самом деле видел свою свое желание чтобы примером как вот мы реализовывали блокчейн направление чтобы обратить внимание компании на эту составляющую и даже наши партнерские сторонние фонды которые развиваются skyway инвест группа также обратили внимание на крипто блокчейн составляющей потому что будущего невозможно на сегодняшний день не замечать и только та компания которая сразу заранее перестраивается на цифровые рельсы получит двойную капитализацию как в плане развития адресных проектов так и в плане ценности токена и головная компания писала что за каждую транзакцию за каждое пользование этим токеном внутри сети а если быть более точным то это как жетон эталон то есть он используется для оплаты проезда для перевозки грузов для пользования мобильными приложениями для пользования любил любыми видами услуг и даже для вырабатывания в юне байки мы когда будем крутить педали вырабатывать электричество тоже сможем генерить токена и ну например если это направление будет и делать дополнительное применение я сейчас наблюдаю что те проекты на те объединения людей которые начинают с начальной ценности кто-то начинает с нулевой ценности но наполняют токен смыслом сейчас имеют возможность идти далее вперед и действительно паритетно общаться на равных абсолютно с теми крупными блокчейн фондами которые инвестировали в различные айси о и так далее но мы сейчас видим то что за падением биткоина ценность токена тех компаний которые были совершены инвестиции она она также падает а нужно идти абсолютно от обратного и это как раз таки делает компания skyway это размещение через сто реальной экономики реальных адресных проектов и этого не делает ни одна компания на сегодняшний день в мире это от обратного это зеркальная схема развития блокчейн экономики то что сейчас до выпущен на рынок определенный объем svg он не не настолько наполнен но как только будут появляться адресные проекты и в адресные проекты будут привлекаться инвестиции через другой вид токенов в который да можно будет зайти через svg продав его на бирже и при приобретает некий такой вот токен svx для инвестиций в адресный проект на правилах сто то есть аналогия как размещение цифровых ценных бумаг но эти пути и что мне действительно приятно слышать они разграничены то есть применимость токена svg токен это не внутренняя валюта это внутренняя расчетная ценность вообще применение любого элемента внутри сети транснет этим элементом может быть целый адресный проект этим элементом может быть один юнибайк они один юнибус этим элементом может быть какой-то подрядчик и вот тут мы приходим примеру инфраструктуры skyway и это действительно просто радует глаз когда мы начнем разбирать уже более подробно белую бумагу как появится русский вариант то еще больше мы сможем погрузиться неспроста в путевую структуру зашивается специальные аппаратные решения то есть сложным языком они называются аутентификаторы то есть это также как мы через телефон кто google аутентификацию подключает и не хочет чтобы их взломали входит через код который генерируется и также вот эти вот аппаратные устройства при перемещении подвижного состава и общение подвижного состава самой дорогой кажется что-то из фантастики но так действительно будет и мы тоже это закладывали ранее блокчейн решения я рад что это также было услышано они начинают между собой взаимодействовать если авария не дай бог на дороге то подвижной состав просто не сможет поехать потому что вот это аппаратное устройство выдаст ему тот код который не примет подвижной состав и диспетчер также увидит это и через смарт-контракт не будет реализована транзакция смарт-контракт это действительно будущее это когда ну вот так такую аналогию примитивную для применения смарт-контракта я вижу это было реализовано уже достаточно давно в магазинах за рубежом когда ты проходишь через турникет специальный специальное устройство аппаратное с датчиками и у тебя автоматически с карточки снимают деньги за те продукты которые ты купил то есть карманником но сложно это будет сделать потому что им все равно придется это дело на положить даже в карман и все равно система автоматизированная за запомнит и она сразу среагирует то есть тут невозможно обмануть систему это абсолютно прозрачная система и когда будет все это расширяться то ценность svg токена на мой взгляд будет очень серьезно расти и наполняемость как раз таки мы с вами как комьюнити как сообщество в первых адресных проектов сможем ему делать и это будут те пользователи которые будут пользоваться внутренним токеном а какая разница им пользоваться либо жетоном либо билетом либо электронным билетом из каждой операции когда билет будет покупаться продаваться даже с этой операции ценность svg токена будет расти потому что эмиссии ограничены на и да там при по механизму голосования и так далее но я думаю это тоже будет совокупности с мнением и с решением нас как сообщества то есть это будет логично в логике развития блокчейн направления будет решаться дополнительно выпускать или не выпускать токены но так как эмиссия токенов сейчас ограничены то чем больше их применение по логике понятно ценность этого токена будет расти и это не ста токен это именно токен применение внутри системы транснет расчетная внутренняя ценность и сам человек самый сами объекты сами роботы андроиды внутри транснет внутри skyway они будут формировать эту внутреннюю расчетную ценность и это действительно замечательно на сегодняшний день ни одну компанию я не знаю кто готов оцифровывать целую инфраструктуру вот вы видите пример пассажир пассажирская компания агрегатор перевозчиков и тут вообще затраты на бухгалтерию они уйдут в прошлое потому что бухгалтерия будет абсолютно автоматизированы когда мы развивались через децентрализованную автономную организацию на программисты настроили все так что за один клик мы получали все отчеты что какие работы были выполнены и расходы на них с привязкой к цене токена и бухгалтеры это как раз таки да простят меня бухгалтеры одна из ста из тех профессий которая постепенно будет уходить в небытие с развитием блокчейн технологии поэтому бухгалтером я рекомендую в первую очередь инвестировать в технологию skyway для того чтобы заниматься чем-то другим так что также нравится и очень немаловажный момент это безопасность это безопасность того мира который мы сейчас видим какая новость меня потрясла на этих неделях это то что беспилотные летательные аппараты то есть сейчас не нужно использовать даже специально каких-то обученных людей они атаковали объекты с нпз саудовской аравии то есть нефтяного назначения и просто обвалили на 15 процентов рынок рынок нефти и таким образом они нарушили всю целостность мировой экономики думали что это можно восстановить за несколько дней на самом деле сейчас расчеты показывают что это не восстановить даже за неделю и даже за месяц и внутри сети транснет внутри растущей ценности невозможно этого допустить поэтому безопасность должна быть максимальная через сеть вот этих вот аппаратных решений различных устройств которые запрашивают постоянно код пароль на взаимодействие и это будет очень сложно взломать да там кто-то может быть будет спорить что будут появляться квантовые технологии взлома но когда сеть транснет будет развиваться как раз таки и команды будут присоединяться с развитием сети транснет наиболее мощные в мире и таких ситуаций что допустим что-то взломать внутри сети транснет какие-то подвижные составы и заставить их столкнуться чтобы сформировать аварию нештатную ситуацию не несчастный случай какую-то атаку потому что не только пассажиров наши подвижные составы будут перевозить но и горючие воспламеняющиеся смеси также нефть газ будут перевозить и огромная опасность на самом деле заключается если допустить возможную утечку информации возможность взлома этой системы и как раз таки только блокчейн направление может обеспечить тотальную безопасность максимально возможную на сегодняшний день вот вкратце то есть это небольшой ликбиз поставьте ваши варианты просто напишите я готовился к этому ликбизу и ждал этого то есть вода понятно непонятно классная информация просто чтобы была обратная связь и чтобы люди уже которые будут смотреть вебинар понимали а что создается какое наполнение и на этом мы будем останавливаться наверное каждый вебинар потому что это действительно очень важная информация и мир поменяется намного быстрее чем каждый из нас с вами думает криптовалюты войдут в обиход очень быстро и также и рост будет стремительный когда его не ожидают падать экономика будет также очень быстро как раз таки когда не ожидают и да какие то есть факторы которые показывают что нужно готовиться нужно понимать но одним из решений в падении и в приближении мирового кризиса это как раз таки инвестирование в такие направления как технология skyway венчурные направления которые могут сформировать не просто какие-то отдельные бизнеса а сеть нового поколения которая будет к слову оцифроваться модное слово диджитализироваться и масштабироваться развиваться автономно я думаю что настанут такие времена когда просто создатели блокчейн платформы уже транснет будут просто наблюдать как сообщество договаривается в каком-то населенном пункте либо какого-то бизнеса и просто выдвигают предложение о проектах компания в свою очередь выдвигает предложение как реализовать этот проект стоимость в виде токена и все это решается автоматизировано быстро и на и адресные проекты действительно растут как грибы после дождя это та реальность о которой мы с вами все мечтаем я об этой реальности абсолютно мечтаю но к ней нужно подготовиться нужно смасштабироваться и первым масштабированием которое мы видим это такой вот серьезная серьезная подготовка это открытие новых производственных площадок более тысячи квадратных метров это производственная площадка и также в другом населенном пункте готовится новые производственно складские и административно бытовые помещения все это в виде подготовки к нашей экспансии на ближний восток и это говорит о том что вот подтверждается слова виктора юго он говорил так такую интересную фразу что люди делятся на два типа то есть люди которые мыслят и люди которые трудятся но на самом деле я не дословно говорю потому что дословно это можно ознакомиться в цитатах великих людей но мне понравился смысл и на самом деле это одно целое когда человек мыслит и трудится обычно делают это две разных категории людей в нашем случае юницкий и мыслит и трудится и реализует и он это масштабирует на весь персонал на всех инженеров дизайнеров проектировщиков и люди трудятся честно это действительно закладывает основы этические ценности корпорации которая призвана быть построены навечно но ничто не вечно под луною но нам я думаю что века с вами потому что все равно будут циклы вспыхивать затухать и также будет и сетью транснет но я думаю что породится уже что-то другое но я думаю что не при нашей с вами жизни потому что сеть транснет развивать и развивать это уже будущее поколение дети внуки будут за этим наблюдать и в это наверное даже инвестировать и посмотрите на этот слайд надежда геннадина ведет как полководец за собой на персонал топ-менеджмент компании и я думаю что это презентация эта демонстрация была сделана для того чтобы каждый пропитался потому что корпорациями и компаниями двигают те кто максимально активен и максимально идеологически подкован и на мой взгляд юницкий надежда геннадина отбирает лучшим образом на тех людей кто может и дело логически направляйте они только технологически и интеллектуально направлять людей в своих отделах и когда даже вот такие слоганы которые кажутся слоганами нашего комьюнити как-то может быть на первых порах было какое-то стеснение но сейчас даже на таких демонстрациях все браво дружно говорят слоганы это говорит о том что внутри компании закладывается идеология и это идеология постепенно перемещается уже в арабские эмираты потому что то что фактически при привлечении тех инвестиций которые мы с вами сейчас должны привлекать и привлекаем на самом деле то есть это к тому что идет недофинансирование этого никто не скрывает то есть мы действуем как можем в жестких реалиях но прибавляется все больше и больше людей все равно но тропический юникар был создан и он отправляется в шаржу и этот день мы приближали как могли и давайте приближать день сейчас открытия демонстрации нашего движущегося подвижного состава не просто из точки а в точку б через систему диспетчеризации но уже как робота уже чтобы он понимал и чувствовал вот те аппаратные комплексы которые зашиты вовнутрь нашей путевой структуры а шаржет не заставляет себя ждать и нас радует новостью за новостью это параллельные новости которые проносятся буквально сквозь недели сквозь дни они просто пролетают мимо нас потому что уже другие новости и то что идет сейчас сварка у образного профиля это может все узнать из новостей михаила кириченко он замечательно рассказывает это уже дело прошлого и близится сейчас момент когда будет я думаю устанавливаться путевая структура и как раз таки скорее всего произойдет совпадет когда наш подвижной состав если не ошибаюсь он сейчас с люксембурга должен ехать то есть логистические препоны я также в грузию поеду через несколько пересадок ну а как по-другому потому что напрямую сейчас нет транспортного решения в это транспортное решение сейчас мы с вами инвестируем я намеренно сделал такой вебинар именно сделав упор на ценность svg токена давайте сейчас поиграем в игру вопрос ответ и задайте вопросы по блокчейн направлению потому что вы не поняли из моего вебинара потому что завтра уже владимир маслов расскажет вам о том что происходило в направлении адресных проектов но я скажу свою точку зрения что сейчас фокус на восток и то что происходит в направлении адресных проектов это скорее всего дальнейшая перспектива да ей нужно заниматься но на нее не нужно фокусироваться сейчас более важен фокус на восток и блокчейн направление планируется ли еще обмен долей на токены до планируется и это будет как раз таки категория людей которая обсуждала сейчас готовится математическое решение те кто уже в таком почтенном достаточно возрасте либо те кто является ветеранами инвестиции в проект skyway еще вопросы что нужно человеку для первичного ознакомления с блокчейн skyway в первую очередь нужно понять историю то есть то что было как развивался биткоин потом появился эфириум потом появился блокчейн третьего четвертого поколения потом появились сверхбыстрые транзакции был бум айсио то есть это рассвет капитализации крипто экономики доходило до полумиллиарда все надеялись на лучшее потом был обвал это тоже стоит понимать потом была попытка развития через биржи по аналогии с асио но не так бурно получается эфир уже не так растет хотя он призван для решения проблем смарт-контрактов и возникает вопрос а почему сейчас не развивается криптоэкономика и ответ который нужно давать человеку потому что реального применения сверх масштабного сейчас нет и те компании которые стараются выходить на рынок их давят регуляторы и слава богу что мы сейчас находимся не в весе таких титанов миллиардных компаний потому что нас бы очень сильно так скажем притесняли и старались бы останавливать деятельность которая планируется что выгоднее будет держать svg или svx это вопрос принципе из разряда что впервые появилось яйцо либо курица и на самом деле держать нужно по той же аналогии что выгоднее держать тот кто держит криптовалюту bitcoin либо альткоины если вы верите в стабильность и если вы верите в применение блокчейн экономики вы будете держать биткоин если вы верите применимость конкретного проекта конкретной компании вы будете держать альткоин и вот стабильная расчетная ценность которая будет плавать естественно в зависимости от применения но это будет как стандарт такой внутри skyway на мой взгляд это svg токен svx и причем это рабочее название может быть там какой-то я не знаю какие названия будут но привязаны к проекту примеру монголия там вот новость нескольких месяцев назад вышло что да skyway планирует применять в монголии но это не новость потому что это продекларировано в белой бумаге в виде дорожной карты не технологичные но адресных проектов которые планируются к реализации поэтому я за диверсификацию внимательно прочла концепцию применения блокчейн систем поэтому практически многое понятно замечательно мне 67 лет дождусь ли я обратный выкуп в ближайшее время да я думаю что дождетесь и 67 лет это самый рассвет сил я думаю что это будет приятное дополнение так еще вопросы друзьям вопросы вопросы по тому что я сказал по блокчейн применению если что-то непонятно лучше лишь лишний раз спросить потому что в социальных сетях я достаточно загружен и только в мессенджерах отвечаю более-менее оперативно все остальное завалено тогда я хотел бы немножко перефразировать и спросить вас а хотели бы вы стать современной компании которая продвигает современный бренд тогда я задам вам один вопрос а готовы ли вы к инстаграм обучению или обучению в социальных сетях как правильно продвигать позиционирование компания skyway потому что сейчас мы проводим переговоры и готовим мощнейшее обучение но которое пройдет только при желании людей обучаться и переструктурироваться с некого такого советского уклада на концепцию человек будущего внутри каждого из нас если да то поставьте плюсы и поставьте от одного до ста с каких людей вы готовы пригласить на это обучение потому что это возможно будет точкой входа для молодежи для тех новоиспеченных криптовалютных миллионеров которые сейчас смотрят на проект skyway посмотрят на подачу но не понимают действительно дело мы делаем или то что говорят тролли потому что это планируется и будет первичный вводный вебинар сейчас готовится система то что мы будем рассказывать не в ближайшее время но я просто так скажем вентилирую это будет и наша с вами задача этого года и следующих следующего года стать действительно человеком который несет технологию будущего и позиционирует и демонстрирует это в story в контакте в инстаграме в фейсбуке с точки зрения маркетинга будущего я рад что вы готовы этому научиться и я думаю что сейчас стоит дать анонс оповещения на те дисконты которые пока что находятся то есть это один к сорока и один к сорока пяти это возможность скоро исчезнет и чем ближе мы приближаемся к этапу завершения под этапы начала нового этапа тем естественно приближается возможность потенциального быстрого финансового закрытия технологии корневой так как сейчас многие наблюдают многие присоединяются уже титаны и в одном из телеграм-каналов прошла даже такая рекламная кампания мы сейчас об этом можем говорить на комьюнити ведущих брокеров и это было сделано через ведущих финансовых консультантов которые ведут свои телеграм-каналы и выполнялась все это не побоюсь этого слова за доли поэтому получите долю в компании которая изменит индустрию транспорта ну вот таким образом друзья возможно такой эмоциональный вебинар получился но поставьте от 1 до 10 также обычно насколько мощная и полезная для вас информация была этого вебинара благодарю вас за внимание увидимся как всегда через неделю у Скайуэй Юнибуса высокоскоростного в движении. Мы сегодня общаемся с Сергеем Владимировичем Артюшевским, главным конструктором высокоскоростного транспортного комплекса. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте, Михаил. Ну, во-первых, расскажите, что стоит за сокращением Ю-4-362, который гордо носит это уникальное транспортное средство. Если вдаваться в подробности именно в каждую буквенно-цифровую значение, то это Юнибус четвертого поколения, относящийся к семейству высокоскоростных транспортных средств семейного типа с двухрядной компоновкой расположения сидений. Еще год назад был представлен на инотрансе 2018 высокоскоростной Юнибус. Чем была вызвана необходимость создавать еще один, так называемый МУЛ? Если раскрывать все, так сказать, тайны, то для того, чтобы разобрать и добраться до элементов в высокоскоростном транспорте, надо снимать где-то сидение, где-то обшивку, где-то панели. А в высокоскоростном шасси, то, что стоит сейчас за нами, все внутренние элементы открыты и просто войдя внутрь, мы получаем доступ ко всем системам управления, ко всем жгутам, ко всем деталям и узлам. Ну и еще, как я понимаю, мы не рискуем дорогими материалами, отделками и всем тем, чем уже прославился наш высокоскоростной Юнибус. Так ли это? Абсолютно верно. Спасибо большое. Скажите, вот с полным ли правом мы называем это транспортное средство уникальным? Какие характеристики заложены в нем проектом? Характеристики? Ну, если касаемо данного транспортного средства, это шестиместная компоновка, шесть посадочных мест, максимально заложенная скорость это 500 км в час, ускорение разгона до полутора метров на секунду в квадрате, дальность перевозки, дальность пути до двух часов. То есть это на нем можно без проблем за, скажем так, за одну остановку добраться из Минска до Москвы с запасом? Так я понимаю? Да, даже еще время останется. Спасибо большое. А скажите, вот все-таки мы планировали построить здесь полноценную трассу длиной 20 с лишним километров. Получился только разгонный участок. И все-таки на нем мы что-то пытаемся испытывать. Что возможно испытать на участке длиной, если я не ошибаюсь, 950 метров? Ну, в первую очередь, это задача как этого участка, так и этого шасси в данном случае. Это научить работать и дружить между собой всех деталей, всех узлов, всех элементов. Научить систему управления управлять и давать нужные и правильные команды исполняющим механизмам. А исполняющие механизмы должны правильно реагировать на команды системы управления. И обеспечить взаимодействие всех систем управления и механических систем между собой. Это и есть задача, в первую очередь, этого испытательного участка. Спасибо большое. А какие характеристики функционирования элементов и так далее уже удалось подтвердить за прошедшее время? Ну, за прошедшее время мы достигли уже и, скажем так, первых экспериментальных скоростей. Мы подтвердили правильную работу системы рекуперации с взаимной работой аккумуляторов, системы зарядки и, соответственно, электродвигателей наших. Она работает в данном случае, можно сказать, отлично. Выполняет все свои функции, заряжает аккумулятор при торможении, чем ускоряет, продлевает работу транспортного средства на одном заряде. Спасибо большое. А какую максимальную скорость на этом участке может достичь Ю4-362? В дальнейшем для отработки и накатки мы будем повышать скорость, скажем так, как рейсовую на этом участке мы планируем 80 км в час для ресурсных испытаний, элементов, ну и в том числе и шасси самого. Спасибо большое за исчерпывающие ответы. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на наших официальных сайтах, поддерживайте наш проект. И если в вашей жизни что-то затормозилось, в ней снова все выйдет на высокоскоростные рельсы. Строй Skyway! Спасай планету!